У нас горит соседский дом. И садик пошел рядом. Это кадры центра Улан-Удэ. На гостиных рядах загорелось забрушенное здание. Пожар полностью охватил крышу дома, а затем саму постройку. Под угрозой был соседский склад детского сада. 23 пожарных и 6 единиц техники боролись с огнем более трех часов. Пострадавших нет. В минувшие выходные на дорогах Бурятии произошло 34 аварии. Лобовое столкновение произошло в районе Шишковки на улице Чертенкова. К счастью, обошлось без жертв. На проспекте автомобилистов столкнулись две лады. Одна – Росгвардия. Она, к слову, двигалась по главной. Пострадавших нет. Всего за прошедший уикенд зафиксировано более 700 нарушений ПДД. 32 водителей поймали в пьяной езде. В полях Кабанского района сгорел автомобиль. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и перегрел коллектор выхлопной системы. Водитель допустил нарушения в эксплуатации транспортного средства. В результате произошло воспламенение автомобиля с последующим возгоранием сухой травы. По результатам проверки будет принято правовое решение. Тункинцы стали свидетелями необычного космического явления. Под подозрение попали НЛО. Но движущейся цепочкой огней оказались спутники Илона Маска. Они облетают землю для системы глобального интернета. Еще один родник в Бурятии. Этот накануне забил в селе Исинга Яравнинского района. С начала весны в Бурятии появилось три новых ключа. Последний был в апреле в Джидинском районе. Продолжение следует...